Наверное, самая приятная часть работы для многих – это отпуск. Но отдохнуть за это время от трудовой суеты бывает очень сложно. Ведь сейчас прибайкальцы нередко дробят свой отпуск на несколько частей. Но все больше жители Иркутской области понимают, что, к примеру, двух недель недостаточно для полноценной передышки. Тему продолжит Ксения Бутина. Иркутянка Ангелина Ширяева выбирает, куда поедет в отпуск в следующем году, как и большинство россиян. Уже 72% наших соотечественников составили планы на отдых в 2025-м. При этом Ангелина обычно не уходит в длительный отпуск. Обычно я беру отпуск на две недели. Планирую его за полгода. Как правило, я не задумываюсь заранее, куда я полечу отдыхать. Это происходит достаточно спонтанно. Например, крайний мой отпуск был в городе Новосибирск. Такой короткий отдых две недели предпочитают 30% россиян. Среди них и жители Прибайкалья. Такая тенденция наблюдается очень давно. Но сейчас становится все больше людей, которые понимают, что для перезагрузки нужно больше времени. Иначе можно выйти из отпуска совсем не отдохнувшими. Мы часто делаем такую ошибку, мы туда вкладываем, решаем, что мы там, то, все, пятое, десятое, ремонт. В общем, эти две недели съездим в Таиланд, переделаем, повернем жизнь вспять за две недели. А уже к этому моменту истощены. И это, конечно, испортит отпуск. И само вот это ощущение, что я запланировал и не справился, оно тоже добавит нам стресса и напряжения. Стресс нередко приводит к выгоранию, а с ним еще тяжелее полноценно отдохнуть. Так, в этом году каждый второй россиянин сталкивался с этим состоянием. Что еще раз доказывает, паузы от работы необходимы. Но среди жителей Иркутской области много трудоголиков. Интересно, что хотя отпуск является неотъемлемой частью трудовых прав граждан, тем не менее 14% опрошенных в этом году не планировали его брать. А 19% рассказали, что работодателям иногда приходится силой отправлять их в отпуск. Есть и другие крайности. 58% респондентов сообщили, что они так или иначе занимаются рабочими делами во время отпуска. Часто это связано с тем, что у прибайкальцев на работе нет такого человека, которому можно передать свои полномочия. А еще нужно подстраивать свой отпуск под других сотрудников. Это тоже приводит к дополнительному стрессу. Ксения Бутина, Андрей Назаров, Иван Гоголев. Новости по будням.